Всем привет! С вами Светлана и я сегодня готовлю манты. Для начала необходимо приготовить тесто. Для теста мне понадобится 500 г муки, 1 куриное яйцо, 1 ч.л. соли и холодная вода. Для начала разбиваем яйцо в стакан. Добавляем 1 ч.л. соли. Все это вилочкой перемешиваем и добавляем воду до меточки. В итоге жидкости должно получиться 1 стакан. Высыпаем муку. Делаем такое углубление, обливаем жидкость и потихонечку замешиваем тесто. Как вороночка такая получается у нас. И замешиваем хорошее, упругое тесто. Вот такое вот тесто у вас должно получиться, упругое, не липнущее к рукам совершенно. И теперь перекладываем в полиэтиленовый пакетик. Или просто оставляете на столе, накрываете вот так вот тарелочкой и оставляете на полчаса, час, чтобы тесто отдохнуло. Пока тесто отдыхает, займемся начинкой. Начинка у меня будет тыквенная. Для этого я тыкву нарезала на мелкие кубики. Нарезала на мелкие кубики картофель. И нарезала мелко лук. Некоторые хозяйки в такие манты добавляют картофель, некоторые не добавляют. Поэтому вы можете добавить, можете не добавлять. Как хотите. И нам осталось посолить, поперчить. Солим и перчим сразу лук, а уже потом все это перемешиваем. Посолили. Добавили черный молотый перчик. Все это тщательно, вот так прям руками перемешали. Чтобы лук дал сок, немножечко его между пальцами вот так вот подавите. И перемешиваем. Начинка готова. Отставляем ее пока в сторонку. Нам в начинку еще пойдет сливочное масло. Можно вместо сливочного масла использовать курдючий жир. Берем решетки, на которых будем готовить манты. Кастрюлю я уже поставила на плиту. Налила туда воду. Добавила туда перчик, лаврушечки. И немножко посолила. Сейчас вода закипит. И к этому времени мы как раз сформируем все манты. И поставим готовиться. Я решетки смазываю растительным маслом, чтобы во время приготовления манты не поприлипали. И можно было их хорошо извлечь. Некоторые, я знаю, хозяйки не смазывают, например, вот эти вот решетки. А каждый мант, когда уже приготовят, слепят, просто обмакивают в растительное масло. Можно и так, можно и так. Все, наши решетки готовы. Отставляем их в сторонку и займемся тестом. Берем тесто. Тесто к этому времени стало очень нежное, пластичное. С ним очень удобно будет работать. Оно будет раскатываться достаточно тоненько. Нам и надо раскатать тесто очень-очень тонко. И сейчас я тесто разделю на две части. Одну часть уберу обратно в полиэтиленовый пакетик, чтобы оно не заветрилось. И приступаем. Сперва немножко тесто разомнем в руках, чтобы оно стало более податливое. Стол присыпаем мукой. И раскатываем. Чем тоньше вы раскатаете тесто, тем вкуснее будут манты. Поэтому не ленитесь. И раскатывайте. И теперь тесто можно накрутить вот так вот на скалочку. И одновременно нажимая на скалку, нажимая на тесто, руки разводим от центра скалки к краям. Вот так вот. И такой же манипулятор. И такой же манипулятор. И операцию проводите с другой стороны. И так раскатывайте тесто до нужной вам толщины. Ну вот. Мы раскатали тесто. Вот такой вот толщины. Видите? Даже меньше миллиметра. Еще раз вот так хорошенечко проходим все скалок. И разглаживаем все складочки, которые образовались. И нарезаем на квадратики примерно 10 на 10, 12 на 12. Вот это тесто, с которым мы пока не будем работать, убираем в полиэтиленовый пакетик. Чтобы оно не заветливалось. И теперь будем заниматься формированием мантов. Берем начиночку. Берем квадратик. Еще раз тщательно перемешаем. И выкладываем по одной столовой ложечке, ну может быть полторы столовой ложечки начинки. Что мы делаем? Берем уголки и скрепляем. Раз. Два. И три. А мы забыли с вами положить кусочек сливочного масла. Поэтому я приоткрою и в серединку засуну кусочек сливочного масла. Или же вместо кусочков сливочного масла курдючий жир. И потом вот эти вот уголки края. Также раз скрепили, два скрепили. Плотненько скрепляем, чтобы во время приготовления они не развалились. Вот такая вот красота получается. И устанавливаем их на решеточку, предварительно обязательно смазанную маслом. Или же не смазанным маслом, но тогда вот такой вот мант, опускаем растительное масло. Еще раз я вам покажу. Раз уголочек. Получается, четыре уголка мы скрепили. И теперь вот эти два уголка параллельно. Вот. Смотрите, какая красотулечка получилась. Манты выкладываем на расстояние друг от друга примерно хотя бы сантиметр, а так полтора-два, потому что они еще немножко увеличатся в размере. Вот так вот. Когда вы выбираете тыкву для мантов или же для ханума, выбирайте тыкву только оранжевых сортов. Она сладкая. Желтая тыква, она постная, она бесвкусная. И манты уже получатся не такие, как должны быть. Поэтому оранжевую. Чем ярче тыква, тем она будет сладче. Манты я уже установила на кастрюлю с водой. Воду вы можете подсаливать, можете не подсаливать. Я подсаливаю, добавляю немножечко соли, добавляю специи, лавровый листик, перец горошком душистый. И сейчас накрываю крышечку. Вода должна постоянно кипеть. И готовятся манты с тыквой. Будут 30-35 минут. Манты готовы. Традиционно они подаются со сливочным маслом или же со сметаной и зеленью. Это очень-очень вкусно. Попробуйте приготовить и у вас обязательно все получится. Мне осталось вам пожелать только приятного аппетита. И до скорой встречи. Не забываем подписываться на канал. Потому что на канале видео выходит очень часто. И много-много всего интересного и очень-очень вкусного. Всем пока. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok